Тысячи беженцев и у каждого своя история, своя судьба и свои мотивы идти дальше. Наши корреспонденты все эти дни общаются с этими людьми и слышат лишь Германия, мы хотим в Германию, готовы идти до конца. Все эти дни мы даем беженцам слово в прямом эфире, чтобы мир услышал их, увидел заплаканные глаза их детей, которые уже рисовали себе будущее в гостеприимной Европе. Истории бегущих от войны и разрухи собрала Кристина Камыш. Мы только сегодня перебрались в транспортно-логистический центр. Все время до этого момента мы жили в лесу под открытым небом. Моя семья – это я, мой муж и три наших дочери. 6, 4 и 2 года. После этого интервью Хешу с дочками отправилась отдыхать, несмотря на то, что в центре было достаточно шумно. Как призналась женщина, вся ее семья просто истощена и валится с ног. За эту поездку мы отдали 5 тысяч долларов, то есть все деньги, которые были у нас и наших родителей. Иракская туркомпания обещала все организовать в лучшем виде. Мол, проблем с пересечением белорусско-польской границы не будет. Максимум это может занять день-два. Но никто не мог подумать, что это может длиться неделями. И вернуться мы ведь тоже не можем. Куда? Если мы продали и отдали все, что у нас было. У каждого беженца своя душераздирающая история. Нура с супругом из Багдада. Всей семьей решилась отправиться в Европу ради благополучия двоих детей. На родине они не видят будущего. Младшему ребенку – один год, старшему – 6 лет. В Ираке много проблем, поэтому мы бежали. Ночевали в лесу, было очень холодно, шел дождь, мы замерзли. Дети плакали всю ночь. Здесь очень много беженцев именно из Ирака. Они все спасаются от войны, однако некоторых гонит в спину необходимость срочного лечения. Соуха, мама 4-летнего мальчика, сама подошла к нашей съемочной группе для того, чтобы поделиться своей правдой. Для того, чтобы ее услышали за рубежом. Цель девушки – Германия. Я уехала из своей страны и еду целенаправленно в Германию, потому что моему сыну нужна сложная операция на спине. Я сейчас обращаюсь к Европейскому Союзу, потому что нужно как-то добраться именно до Германии. Нам нужна помощь медиков. Оставаться здесь не выход для нас, но мы вынуждены находиться здесь. В этом здании лучше условия, чем были до этого в лесу, но нам надо двигаться дальше. Некоторые из нас думают сейчас, что делать. Некоторые считают, что нужно ехать домой. Другие – что нужно ждать каких-то действий от Евросоюза. Но нужно все это как-то решить. Здесь, в транспортно-логистическом центре, не место детям и их матерям. Это какой-то сюрреализм. Наверное, поэтому обращаешь все внимание именно на ребят, которых действительно много. Есть совсем крошечные малыши, есть мальчишки и девчонки постарше. Мы приехали с семьей, нас трое. Я, мой муж и маленький сын, ему четыре года. Мы провели семь дней в лесу, потом пришли на границу, там еще одна ночь. И после этого у нас появилась возможность прийти в логистический центр. Здесь мы провели уже две ночи. Мой сын чувствовал себя очень плохо в лесу, у него очень болел живот, так как не было нормального питания. Сейчас наши условия намного лучше, потому что мы согрелись, у нас есть место, где поспать. Нам выдали одеяло. И вы видите, на мне куртку. Это выдали белорусы. Спасибо белорусскому народу и президенту, который заботится о нас. Условия сейчас намного лучше, чем то, что было всю неделю в лесу. К слову, в полдень привезли гуманитарную помощь. Гродненское представительство Федерации профсоюзов доставило пакеты с игрушками. Здесь мечи, кубики, машинки, куклы, плюшевые мишки. Естественно, настроение у ребят сразу же улучшилось. Не остались в стороне белорусские сенаторы, представители Красного Креста, наши конфессии. Уже прошла неделя, как мы приехали на границу с Польшей. Люди говорили нам, что мы легко сможем пройти границу и попасть в Польшу, но это на самом деле оказалось совершенно не так. Я приехал сюда со своей семьей. Это моя жена и трое моих детей. Мы провели порядка 10 дней на границе, в лесу, в совокупности. У нас не было еды, у нас не было воды, нам было ужасно холодно. И вот этой ночью мы сумели прийти сюда, и стало намного лучше. Нельзя не заметить в глазах женщин покорность. Они просто ждут, когда их беда разрешится. И радуются, что сейчас дети не голодные и не холодные. Я была вынуждена бежать с семьей из своей страны, потому что там происходит нечто ужасное. У меня нет уверенности, что дальше будет безопасная, счастливая жизнь. Ни у меня, ни у мужа, ни у детей. У меня просто не было выбора, и я была вынуждена покинуть свою страну. Мне нужно сбежать, где безопасно. Поэтому конкретного пункта назначения нету. Так и у всех в лагере. Далеко не все готовы вернуться домой. Здесь, на площадке у транспортно-логистического центра начала работу автолавка. Поэтому беженцы могут приобрести молоко, тушенку, курицу и хлеб. Также тем мужчинам и женщинам, которые перебрались из лагеря на границу сюда, в кризисный центр, раздавали вот такие постельные принадлежности. Поэтому люди спустя практически две недели смогут этой ночью отдохнуть. Кристина Камыш, Виталий Селявка, агентство «Целиновостей».